ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСМЕНЫ ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСМЕНЫ В преддверии встречи с Абой Владимир Путин дал большое интервью агентству «Блумберг». В основном говорили о спорных территориях. Российский лидер заявил, что позиция Москвы по Курилам останется неизменной. Продавать и менять эту территорию не собираемся. Хотя СССР и японские проблемы заключения мирного договора с Японией являются, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас ещё в 1956 году был подписан договор. И на удивление он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона его отказалась выполнять. Ну а затем и Советский Союз как бы свёл тоже на нет все договорённости в рамках этого договора. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы. И мы это сделали, мы пошли навстречу. Вот за предыдущие пару лет не по нашей инициативе, а по инициативе на японской стороне фактически эти контакты были заморожены. Но вот сейчас наши партнёры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идёт о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идёт о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе. Ни одна из сторон не будет чувствовать себя непобеждённой, непроигравшей. Тема спорных территорий стала основной во время беседы. Главный редактор агентства Bloomberg в шутку позволил себе спросить Путина, не собираемся ли мы отдать Калининград. Юмор, правда, президент не оценил. Вопросом, связанным с японской историей и, скажем, с высокого уровня доверия к Японии, то есть принципиальная разница. Вы остров Тарабаров, например, Китаю отдали в 2004 году. А вот Калининград, например, может тоже отдать? Значит, мы ничего тоже не отдавали. Это были территории, которые являлись спорными, и в отношении которых мы вели переговоры с Китайской Народной Республикой в течение 40 лет. Я хочу это подчеркнуть, 40 лет. И в конце концов нашли компромисс. Часть территория окончательно закреплена за Россией, часть территория окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Кстати, что касается западной части, вы сказали про Калининград. Это шутка, конечно. А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, ну, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом. По восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется начать вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, пожалуйста, флаг в руки, начинайте. Продолжение следует...